Тестирование электронной системы билетирования в Усть-Каменогорске спровоцировало громкий скандал. Перевозчики посчитали, что средства от пассажиропотока, поступающие через валидаторы, минуют их бюджет и объявили бойкот. В результате часть автобусов сегодня не вышла на рейсы. Все выходные горожане вынуждены были часами ждать долгожданные маршруты. Перевозчики выдвинули властям условия доработать электронную систему билетирования, с чем не согласны транспортные компании, выяснял Дмитрий Крюкович. Тестирование новой системы билетирования, которая выпала на выходные, усть-Каменогорцы запомнят надолго. Автобусы практически исчезли с улиц города. Пассажиры не смогли попасть по назначению. Шквал недовольства горожане выплеснули в интернет. Мы убедительно просим вас, уважаемые водители, кондуктора, прекратить все забастовки, все отбросить эмоции, потому что столько людей останется дома, остановятся фабрики, остановятся заводы. Тем временем на одной из конечных остановок города скопилось 30 автобусов. Водители и кондукторы потребовали, чтобы их выслушали. Результаты электронного билетирования многих не устроили. Ежедневная выручка теперь уходит в Центр управления пассажирскими перевозками. Владельцы автобусов говорят, что у них не стало наличных на закуп топлива и ремонт транспорта. Многие не понимают, как при новой системе будут выплачивать дотации за автоперевозки. Наши условия валидаторы пусть убирают. Мы работать не будем, государство бесплатно. И так-то, и, кстати, еще, пусть нам платят дотацию, уже парке у нас угрожает. Вы оттуда уйдите, завтра все вас, Кархатаев, уволят. Пускай уволят. Мы что, мы уже от ничего не боимся, нам терять нечего. Почему первый блин вышел комом, власти не объяснили. Возможно, это связано с проваленной информационной кампанией по внедрению новой системы оплаты, которой, кстати, занимались сразу три управления. Горожане сегодня не знают, где можно приобрести электронную карточку, как пополнить баланс и как проверить остаток на счете. Вот насчет основного счета, я не знаю, говорят только в терминале, если приложение какое-то, пока ничего не говорят, неизвестно. Я даже не знаю, где ее пополнить, эта проблема, и где ее купить, где, как. Ну, какие-то такие моменты организационные. После демарша перевозчиков власти решили, что электронное билетирование пока будет действовать только на четырех автобусных маршрутах. С остальных валидаторы демонтированы. На оставшихся направлениях можно по-прежнему расплачиваться наличными. После доработки электронную систему оплаты обещают запустить в конце июля на 585 автобусах города. Проект предполагает создание объекта ГЧП, то есть оснащение оборудованием всех транспортных средств, которые обслуживают городские регулярные перевозки, а также создание диспетчерского управления, создание эмиссионного центра, а также включает в себя достоимость обслуживания всей системы в течение четырех лет. Пока власти и перевозчики выясняют, кто, кому и сколько должен и как лучше оплачивать проезд наличными или через валидатор, население высказывает претензии к качеству пассажирских перевозок в Усть-Каменогорске. На фоне затянувшегося скандала, теперь, чтобы вовремя попасть на работу, приходится как в мегаполисе вставать на час раньше. Дмитрий Крюкович, Илдос Жупанов, Атамикен Бизнес, Усть-Каменогорск.